Здарова, башня, был кадавр смотреть. Хорошо? Договорились там? Не? Можно? Спасибо. Спасибо. О, б***ь. Ну, зачем? Вот что за... В первом квартале этого года компания Тесла произвела 433 тысячи машин, а продала лишь 386 тысяч. Это антирекорд... Да, спасибо. Каток. Спасибо. Ну, если что-то будет, да? Да? Так вот, это антирекорд компании за последние 5 лет. Теперь тысячи электрокаров пылятся на огромных стоянках возле заброшенных торговых центров в портах и у самой какой-то там штуки в Техасе. Журналисты с помощью спутниковых снимков сравнили заполненность стоянок в октябре и марте. Спасибо. Спасибо. Нос чешется. Так, шо еще по новостям у нас интересного есть? В битве за Бахмут погиб каждый третий помилованный Путиным заключенный, завербованный ЧВК Вагнер. Их родственникам выплатили 108 миллиардов рублей. Фейк. Ну, не знаю. Журналисты изучили внутреннюю документацию ЧВК Вагнера о выплатах семьям погибших наемников и выяснили. ЧВК Вагнера завербовало в российских колониях на войну в Украине не менее 48 тысячи заключенных. 19,5 тысячи вагнеровцев погибло в боях за Бахмут. 17 тысяч из них это помилованные Путиным заключенные. В дни интенсивных боев под Бахмутом ЧВК теряло больше 200 человек в день. На выплаты родственникам погибших под Бахмутом ЧВК потратил почти 108 миллиардов. Каждая семья получила по 5 миллионов компенсаций и 300 тысяч на похороны. Фух, еб... Я уже в курсе. Итак, как же выглядит квартира в Бангкоке, в Таиланде? За 500 долларов в месяц. Готовы это увидеть? Я вот на это смотрю и сравниваю со своей квартирой, которая стоит 3300 долларов в месяц. Ну, дом, квартира вот эта вот, да, соответственно, в которой я нахожусь. Это, конечно... А тут 500 баксов. Это первый этаж дома, соответственно, да. На... Лобби, так называемое, да. Вот такие тут email box. Mail, точнее. Вот тут всякие разные места есть, где можно посидеть. Вот тут вот так вот все красивенько, круто. Лубрари рум, тут есть даже, представляете. Гарри Поттер какой-то. Как в Гарри Поттере, короче говоря, типа, ну да. Потом, соответственно, можешь выйти в специальную зону, которая приватная только для жителей этого дома. То есть ты выходишь, а здесь такой вот, вот, как бы видок, да, интересный. Потом... Сколько там этажей? Много, короче. Потом, соответственно, наверху где-то есть спортзал. Бассейн. 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 Бортзал. С охуенным видом на город. Здесь джакузи. Потом можно вот так погулять. И посмотреть вид. Потом полноценный спортзал. Аху. Вот такое, короче говоря, да. Это все в одном доме. Это все в одном доме. Это пиздец. Не может быть так дешево. 500 баксов в день или в месяц? В месяц 500 баксов. В месяц. В месяц. Ну это... Таиланд. В смысле невозможно. Вы сейчас просто еще квартиру не видели. Подождите минуточку делать выводы. Вы не видели квартиру. Да, квартира такая себе. Она... Небольшая. Вот. Я не знаю, может это женщина тоже включена в стоимость. О, ну тут как бы да. Небольшая квартира, небольшая кухня. Небольшая ванна. Небольшая комната, короче говоря, окошко. И еще вот это вот здесь. Ну, короче, да. Но опять же, 500 долларов. Я живу в Паттайе за 350 долларов. То же самое, это правда. Ну вот, у нас тут подписчик в Паттайе живет. Вот. Просто как бы, если бы я взял свои 3300 долларов, которые я трачу на эту хату. То что бы я смог тогда снять там. В Бангкоке. На эти 3350 долларов в месяц. Если такой можно за 500, то за 3300, мне страшно представить, что там будет. Реально. Но переезжать в Бангкок я не хочу. Даже учитывая такие привлекательные цены. Я бы туда все равно не переехал. Типа, не. Не, не. Ну. Место, или оно начинается, или что. Я не понимаю. Вместо отпуска Павел Дуров выбирает работу на благо Телеграм. Гендиректор мессенджера заявил, что посетит Центральную Азию. Чтобы посмотреть, как люди используют его приложение. В Дубае становится теплее, и мои друзья уезжают в модные места. Например, на юг Франции. Однако, как гендир Телеграм, я не беру отпуск. Я продолжаю работать, встречаясь с нашими юзерами из необычных мест. Этим летом я все же решил посетить Центральную Азию. Чтобы посмотреть, как там жизнь. И как там жизнь изучить, как люди используют наши Телеграмы, каковы их цифровые потребности. Блин, мне надо так же делать. Приезжать в какие-то страны, где живут мои подписчики. Вот. Изучать их жизнь. И как люди вообще смотрят мои стримы, в каких условиях. Как они вообще думают. Чем они вообще занимаются в тех местах. Интересно, куда бы мне полететь. Может тоже в Азию. О! У нас тут это. Самое главное за 10 июня. В ЕС прошли выборы в Европарламент. Крайне правые партии добились успеха в ряде стран, в том числе и в Германии. О май гад. И Франции. В связи с этим Эммануэль Макрон объявил о распуске национального собрания. И назначил новые выборы. Однако в большинстве стран ЕС победила правоцентристская Европейская Народная Партия. Ну все, ребята, все. В обоях... Ой, в обоях. В боях за Бахмут погибли... А, ну это уже было. Жители Екатеринбурга, обругавшего школу. Это тоже было. И это все, это все новости за 10 число. В обоях. Я в... Так, Токен Хамстер появился на премаркете биржи Кукоин. Начало торгов запланировано 12 июня. Ага, реально. Ну ладно, че. Я... Я этим всем не занимаюсь. Я не курю. Так, далее. Что у нас еще есть? Что-то интересное? Или нет ничего интересного? Слово Скуф дошло до западного интернета. В словаре сленгов появилось его описание. Его описывают как неприятного мужчину 30-50 лет, который выглядит старше из-за вредных привычек. Так же среди маркеров Скуфа плохая работа, уродливая жена и трое детей. Дево.